На пятом дневник наблюдений. Здравствуйте, я Сергей Майоров. Вы хорошо слышите? Вы меня слышите? А вас хорошо слышат? Или все-таки вы упрекаете родных и близких в глухоте? И не кажется ли вам порой, что вы, человек со стопроцентным слухом, живете в стране глухих? О людях из параллельного мира, которые от рождения ничего не слышат, но очень хорошо умеют слушать друг друга. Наблюдение Любови Камыриной. Мертвая тишина, бездарный штамп. Тишина живая, она дышит, она звучит. Тишина – это вовсе не страшно. Пожалуй, это даже красиво. Какое ощущение? Такое, интересное. Наверное, больше всего это похоже на шум моря. Ровный шум, ничего резкого. Ни крика, ни грохота. Да, море. Как будто сижу на берегу, передо мной качаются волны. Это тишина. Было время, когда я просто смотрел на своих однокурсников и думал, что... Я подумал, что хорошо бы услышать все, о чем они говорят. А сейчас я смотрю... И знаете... Это хорошо, что я не слышу. Вместо тепла, делень стекла. Вместо огня, дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает до тла. День догорает с ним. На пылающий город падает тень. Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Он может похвастаться и мудростью глаз, и умелыми жестами рук. Алексей Знаменский учится во ВГИ кинорежиссера на обычном курсе для слышащих. Вообще-то он не глухой. Глухой – это для него оскорбление. Он слабослышащий. То есть, если крепко прижмет наушник, то может почувствовать звуковую вибрацию. Он умеет приручать музыку, брать ее голыми руками и петь кончиками пальцев. Они так и спелись – умелыми жестами рук. Алексей, Максим, Оля и Настя. Четверо из 13 миллионов таких же в этой стране. Иных, живущих в тишине. Они от рождения слабослышащие и от природы сильно чувствующие. ПЕСНЯ Многие не верят, как это – не слышать и петь. Мне надо, чтобы кто-то мне сначала помог. Когда начать слово, где, что. И кто слышит, чтобы рядом со мной сначала был, все объяснял. А потом я смотрю на него и запоминаю нужный ритм. И запоминаю песню. И сама уже дальше тренируюсь, репетирую. Ну, вот так. ПЕСНЯ Лена Захарова, 10 лет. Ее страна – три этажа Нижегородской школы-интерната для глухих детей. Здесь она такая же, как все, но с одним отличием. В своей стране маленькая Лена – большой человек, выдающаяся актриса, играет в школьном театре под названием «Пиано». Тихо, очень тихо. Идет репетиция. Пантомима – это танец. Можно же просто выйти на сцену, да, и показать стену. Видели все, да? Так вот, Илюша, пожалуйста, разыграй вот этот знак. Стена. Но гораздо интереснее станцевать танец, в котором вы увидите эту стену. Но он не будет показывать стену, он ее не показывает. Он просто как бы аранжирует этот знак, развивает его. И он придумывает в этот момент как бы игру. Он играет этим. Он играет этим знаком. Режиссер театра «Пиано» Владимир Чикишев по привычке все объясняет на пальцах. Он – профессиональный актер-мим. Нижегородский Марсель Марсо за 8 лет на сцене не проронил ни звука. Своё слово решил сказать в режиссуре. И кто лучше услышит его, как не дети, с абсолютной потерей слуха? Здесь совершенно особые дети, которые с самого раннего детства ощущают себя чужими в этом мире. Очень важно помочь им поверить в себя. Но как помочь? Мы же не можем им объяснять это, что ты хороший. Мы можем каждый день это говорить. Мы можем их любить, мы можем их обнимать и говорить им добрые слова какие-то, поддерживая их уверенность. Но что для них слова? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы едем в театр. Из театра и снова едем в театр. Вот такая жизнь у нас, да? Из театра в театр. Из театра и автобус тоже как театр у нас, да? Получается, вся жизнь в театр. Хорошо! А когда мы вернемся, а мы возвратимся с победой, все как черти упрямы, как и люди живучие злы, пусть нам пиво наварят. Их спектакли – это ручная работа. Они понимают друг друга с полужеста. Московский квартет – синематограф. Бывшие однокурсники. Они учились в Государственном специализированном институте искусств. На актерском курсе для слабослышащих. Набор туда безжалостно ограничен. Всего восемь мест. Но и работы для этих уникальных выпускников почти нет. Те, кто находит силы, придумывают свой театр. Играют и репетируют, где ни попадя, но играют и репетируют. Вообще, я до семи лет совсем не говорила. Я молчала все время. Меня заставляли учить язык жестов. А я молчала и не хотела. Ребята, дети меня дразнили. Камнями кидали, я помню хорошо. Раньше я жаловалась моей сестре, что это ужасно, что я не слышу. Хочу больше всего на свете слышать. Моя сестра говорила, не переживай, у тебя все хорошо. Зато ты съездила на гастроли за границу, в Америку, Канаду. А я как дура в Барнауле сижу. Так что смотри на себя и гордись собой. Надо гордиться. Ненависть в бочках навукших тонится. Ненависть нас затаенно бурлит. Ненависть потом сквозь кожу сочится. Головы наши болит. Бывает, я не слышу вообще аплодисментов. Бывает, какой-то звук доносится. Но когда зал так машет, мне не нравится. Даже если не слышишь, все равно хочется видеть, как тебе хлопают. Тебе, как обычному артисту. Вообще, это общепринятый жест для глухих. Так махать вместо аплодисментов. Только при этом сразу чувствуешь ущербность. Пусть будут нормальные человеческие аплодисменты. В Нижегородской школе-интернате для глухих детей перед сном смотрят не Диснея, а Чарли Чаплина. Для артистов негромкого театра пиано звезда немого кино – безусловный авторитет. Тот, кого весь мир понял без слов. Когда я ложусь спать, то вспоминаю все смешные моменты. Вспоминаю фильмы Чаплина. Мечтаю о чем-то таком, что может быть будет. О том, что когда я вырасту, я буду работать в театре актрисой. Я очень хочу снять фильм о любви слышащей девочки и неслышащего мальчика. О том, как разные миры сталкиваются и объединяются в один. И что будет дальше? Развалится эта новая планета или выживет? В этом весь вопрос. Очень трудно два мира соединить в одно целое. У меня пока не получалось. Был плохой финал. И я желаю, чтобы каждый нашел свою вторую половину. И соединился. И дальше бы жили вместе. А я хочу просто работать. 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 В нашем театре. Моя мечта? Дом у моря. Сегодня в ванной комнате перед зеркалом я подумал. А как я буду выглядеть в 50? Сергей Мазаев – рок-звезда, беспартийный, успешный. Отец троих детей с молодой женой. И самое главное – здоровый. А ведь все могло кончиться намного раньше и совсем по-другому. Сергей Мазаев – дожить до 50. Крупный план. Проект фотохудожника Михаила Королева. И программа «Дневник наблюдений». Своим возрастом довольны? Ну, да, доволен, очень доволен. Единственное, хотелось бы быть немножко помоложе, потому что у меня жена молодая. Хочется ее подольше делать счастливой. Дай бог. Спасибо богу, он мне уже все дал. Теперь вот надо самому разобраться с тем, что я имею. Желание заниматься музыкой – это фундамент, и быть успешным – это тоже одна из главных составляющих. Мне просто очень нравилось заниматься музыкой, играть в оркестре с детства. Я в 76-м году участвовал в конкурсе молодых исполнителей среди детских музыкальных школ. И получил там первое место, выиграл. После 10-го класса, после вроде как физико-математического уклона, я пошел в музыкальное училище, единственное из этой школы. Но потом в армию уже, пообщавшись с людьми, которые… Я понял, что этого горизонта у меня будет мало в жизни, и я пошел после армии в университет учиться. Московский. Ну и как, достигли горизонта? Ну, каждый раз горизонт отодвигается, как сейчас достигаешь. В итоге я уже облетел весь земной шар. Горизонт у меня… Ну, приятный горизонт, очень красивый. Мне очень приятно, что превратилось все в моральный кодекс, все движения по жизни. И проект оказался очень разумный, видите, уже 20 лет мы вместе. А вокруг небес и неба, что-то тихо шепчет листва. В час, когда любые слова все равны люлю… Вот эта ровная популярность, она была всегда. Потому что, во-первых, мы хорошо играем. Очень приятно смотреть на Кильдея, когда он играет на гитаре. То есть на него прямо приходит смотреть со страшной силой. Я про себя ничего не могу сказать. Ну, тоже вроде хлопают, когда я пою, людям нравится ветераны рок-н-ролла. То есть это уже как бы… Мы стабильно собираем залы. Я в шоу-бизнес пришел для того, чтобы заработать, и пока мне не вернут мои деньги, я из шоу-бизнеса не уйду. Я так однажды сказал, мы больше истратили денег на пластинки, чем с пластинок заработали, в общем. И все, что мы заработали, это только на концертах непосредственно, то есть своим собственным мясом живым. Но это не те деньги, о которых имеет смысл говорить. Это ниже, чем средний класс. Хотя мы здесь известны на всю страну, и, в общем, можно сказать, что мы почти звезды. Я этим занимаюсь, потому что это мне нравится, естественно. Но чем лучше получается, тем больше ты туда влезаешь еще, в лупе, как бы, в суть. Очень не нравлюсь, когда вот, когда лень меня побеждает, когда в воле остается где-то, когда я теряю ощущение легкости, тогда я начинаю себе очень не нравиться. Знаете, бывает сбой по разным событиям, там, юбилей всяких друзей, еще что-то, сбой режима, начинаешь сладкое на ночь есть. Но это же все тоже наркотики, сахар. А вот другие наркотические средства, они как-то в вашей жизни были? Не то что были, я страдал от тяжелой наркотической зависимости. И, к счастью, благодаря здравому смыслу, начал изучать вообще, почему человек понял, что химия, ну, с врачами она начала общаться, с специалистами, с людьми, которые в этом разбираются, они мне помогли избавиться от этого. Просто алкоголь у нас почему-то отделен от наркотика. Алкоголь – это разные вещи. А это пятый по жесткости наркотик в мире вообще из всего, что употребляет человечество. Алкоголь стоит на пятом месте после героина. Это тяжелый наркотик, от которого избавиться, а мне пришлось избавляться четыре года почти. В 2004 году только у меня последний был такой срыв в феврале, и потом уже вот сейчас шесть лет, как я не употребляю алкоголь. И я вам скажу, что только через полтора года становится понятно, как он действует на организм. Вот после того, как вы его перестали употреблять полностью, и исключили как химический элемент из обмена веществ своего, вот только через полтора года, даже чуть попозже, ближе к двум годам, чистоты вот этой алкоголя, начинаешь понимать, как он действовал на организм, что он закрывает, какие он двери от тебя закрывает навсегда вообще. То есть ты их даже не замечаешь, проходишь. Ну, я по жизни пропил как бы какие-то такие вещи, которые я мог бы достичь, но не смог достичь их из-за того, что вот я вот занят был, не до этого было. Ну, были моменты, когда мы там профукали, например, шоу-кейс для канадского телевидения, там, в 91-м году весной. Здесь совершенно случайно мой друг привез очень крупного бизнесмена, женщину из Канады, Матч Мьюзик такой канал был, и говорит, что есть такая группа в Москве. В общем, ну, действительно, мы там были тогда молодые, свежие, все эти «До свидания, мамы» у нас только появились. Ну, были там, ну, сенсации. И вот мы, пьянка нас, как бы, там, в общем, получилось так, что не смогли встретиться. Ну, и много таких случаев. У всех, кто бухает, у всех есть какие-то проезды мимо хороших событий. Это и уходит корнями еще в отрочество, когда вот в пубертатный период, когда начинаешь желать выглядеть круче, там, других. Первый стакан портвейна, там, в 12 лет, где-нибудь за забором. Эти пацанские все дела. Давай, ну, что ты не по-пацански себя ведешь, там, братуха. Давай протвишку махнем. Это неизбежно. Вы понимаете, что это неизбежно и в отношении ваших детей? Ну, почему неизбежно? У меня мои дети, например, мой сын, 26 лет будет, вот, скоро. Он не пьет, у него были другие, там, как бы. У меня есть мои ровесники, которых миновал момент. Кого как складывается, вы знаете. Это воспитание? Да, у меня, к сожалению, не было отца в самом вот таком детстве. У меня был отчим, с которым мы немножко стеснялись от начала. Ну, не было таких-то доведительных от тактильного контакта, не было, во-первых, с детства, понимаете. Поэтому, может быть, я брал пример со старших, а старшие уже бухали, когда я там в 10-11 лет. Вы отца своего не помните совсем? Да, я его видел всего один раз или два раза в жизни всего. Слишком, я был маленький, когда его первый раз посадили в тюрьму. Так не сложилось у меня в жизни с ним повидаться. Мне очень жаль, конечно. Он давно уже умер. Ну, у них был очень жесткий конфликт с мамой. И я об этом даже ничего не знал. Мне вообще говорили, что он умер, когда я был маленький. Сколько вам было лет? Когда он ушел из семьи, мне было 4 или 5 месяцев, его посадили в тюрьму. Увы. Хорошо. Как говорит моя мама, ну, в самом крайнем случае, когда происходят какие-то неприятности в жизни, она говорит, ну, в конце концов, проснулся утром не в больнице и не в тюрьме. И уже хорошо, уже, в принципе, можно пойти и что-то предпринять. Поэтому береги честь с молоду, собственно, это и такая многофункциональная поговорка. То есть, вот, например, Хосе Каррера смог победить лейкемию, потому что вовремя. А Ваня Дыховичный, мой друг, к сожалению, не смог, потому что не вовремя. И мне очень не хватает этого человека сейчас, понимаете? Вот в чем халатность, в чем возлюбить ближнего. Значит, он недостаточно меня любил, то есть себя любил и меня, соответственно. Потому что возлюбить ближнего своего, как себя самого. Поэтому я христианин-практик. Я вообще в Бога не верю, но вот здесь я согласен с Иисусом Иосифовичем полностью. В принципе, я его поклонник. А вы часто думаете о смерти, о собственной? Ну, конечно, как и все люди. Важна ведь не сама смерть, а важно, мне кажется, как мои близкие, родные мне люди без меня будут, которые от меня зависят. Вот это меня больше всего беспокоит. Поэтому надо в этом смысле какой-то фундамент для них создать и уже спокойно, с улыбкой на лице оставить их в покое. Моя страна – это те, кто рядом. Их история – это и есть история страны, непридуманная, не отредактированная в учебниках настоящая жизнь. Михаил Терехов, сотрудник МВД. Я родился в 1987 году в городе Герои Тбилиси, в Грузинской СССР, тогда еще. Я приехал сюда, значит, мне было где-то 5-6 лет. Это 90, получается, 92-93 год распада СССР. Я учился хорошо до определенного момента, где-то класса до 5-6. Учился на одни пятерки, все говорили, какой талантливый мальчик. И вот где-то в 6-м, по-моему, классе у меня погибла мать. Она попала в автокатастрофу. Там очень тяжелые подробности, значит, это было на трассе в Грузии. Они, куда-то они ехали, она ехала с друзьями, была не сама за рулем. И это было рано утром. И дальнобойщик на фуре выехал на встречную, видимо, заснул. Только через 2 дня мы туда попали, и все в черном, тишина, в зале стоит гроб. И у меня тут отключилось сознание, я как будто с этого момента превратился вообще в другого человека. В раз пролетело все, просто перед глазами все картинки, все, что было до, и вот все, что после. И это совершенно два разных мира, в которых я существовал, существую сейчас. Ключевую роль еще в моей жизни сыграл спорт. Потому что все те эмоции, которые накопились, да, все то, что накипело за эти долгие годы, единственное, куда я мог это выплеснуть, это был спорт. Я баскетболист, я достиг кое-каких высот в этой области. Сергей Васильевич Зворуев, мой тренер, у него очень тяжелые отношения были с сыном. И они опять в очередь у нас поссорились, там, жена еще чего-то. В общем, как-то они его выперли из дома, и он как бы пришел ко мне. И он последние вот эти три месяца все время пил, все время пил, пил. И вот тренер, который меня всему научил, воспитал, был мне как отец, потому что другого отца у меня просто, можно сказать, не было, умер на моих руках от инфаркта, пока ехал в скорой. И вот на этом моменте мой баскетбол закончился. Я как-то был подавлен и очень долго не мог выйти из этого транса. Я как-то, скажем так, ну, не хотел брать вообще в руки мяч, и два года я вообще не прикасался к нему. После этого всего я долго не знал, чем мне заняться, как, чего. И случайно познакомился с хорошим человеком, который работает в органах. И мне предложили, я не отказался, я пошел работать в МВД. У меня есть одна очень большая мечта. Мечта, которая появилась очень давно, которую я никак не мог достичь. Но я ее достигну. Я хочу создать семью, которой у меня никогда не было. Где будет жена, дети, а лучше двое, а еще лучше трое. Услышать тех, кто рядом, возможно, это и есть абсолютный слух. Я Сергей Майоров, дневник наблюдений. Продолжение следует.